Солнце-луч Солнце-луч Визирский образцовый детский духовой оркестр отмечает свой 45-летний юбилей. Название «Духовой оркестр» не происходит от слова «духовность», но он действительно передает дух своей местности, дух и настроение музыкантов и, конечно, душу и любовь руководителя, дирижера. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жизнь и творческий путь Степана Степановича Скащепца неразрывно связаны с визиркой, ее трудолюбивыми и очень талантливыми жителями. Вот уже 45 лет Степан Степанович является бессменным руководителем детского духового оркестра, в котором с годами сменилось несколько поколений прекрасных музыкантов, и сегодня оркестр по-прежнему радует зрителей своим ярким, слаженным и удивительным звучанием. Все началось с того, что 45 лет назад в село Визирка приехал молодой концертмейстер и стал преподавать музыку в местной школе. До войны здесь, как и в многих других украинских селах, был свой духовой оркестр. Идея его возрождения нашла поддержку и у руководства местного колхоза, и, конечно, у молодого музыканта Степана Скащепца, который уже имел опыт организации музыкальных коллективов, когда служил в армии, а потом работал. Так появился детский духовой оркестр колхоза имени Чапаева. Я иду по классам и объявляю детям. Говорю, детки, кто хочет играть в духовом оркестре, будь ласка. Приходите с батиком, с мамой, с бабушкой, с дедушкой. Бывает, что приходят, а бывает, что никто не приходит. Так получается, берешь на свой страх и риск. Если дитина пришла, у нас такой курс молодого бойца, півроку, и она занимается этими грамами, управами, и она это витримала, то она будет играть. Если не витримала, то уже что? И на базе колхоза Чапаева, тогда он и организовался. Так, знаете, потихоньку, потихоньку, потому что надо было организовать не только организовать, а надо было платить и деньги, надо было покупать инструменты. Колхоз был не бедный, и все запросы духового оркестра мы удовлетворяли. Необходимые инструменты для духового оркестра закупили быстро, и Степан Степанович стал разучивать с юными музыкантами гаммы, небольшие произведения. Это был период ознакомления и обучения игры на музыкальных инструментах. Главное в создании оркестра – это первые кроки, чтобы они заграли разом, чтобы они почувствовали коллектив. Вот так, первые кроки я настраиваю на коллективную игру. Желание создать музыкальный коллектив у его руководителя было так велико, что спустя полгода детский духовой оркестр, в состав которого входило всего 10 школьников, уже дал отчетный концерт с небольшой программой. Стали нарабатывать репертуар и выступать на своих первых конкурсах. Первое заслуженное признание Визирский детский духовой оркестр получил в 1979 году, когда победил на областном марш-параде духовых оркестров Одессины. А спустя два года оркестр получил высокое звание «Образцовый детский духовой оркестр», которое с тех пор ежегодно подтверждает. Репетиции происходили, помню, три раза в неделю. То есть после уроков некоторые дети шли домой, мы шли заниматься музыкой. Ну и как бы не было там особого репетитора. То есть Степан Степанович всех за всеми смотрел. Он воспитал нас волевыми, он воспитал нам любовь до музыки, он воспитал нас такими, что достигают цели, потому что достичь в музыке цели. Каждый концерт – это индивидуальный, какая-то ступенька, какой-то скачок, которого надо преодолеть, достичь. Сын мой стал продолжающим моим, скажем так, потому что я играла на кларнеті. Сын мой тоже певный час играл на кларнеті. Зараз он не учится в школе, но когда приезжает домой, он всегда бежит подивиться, как там оркестр. Болит у него душа так же, как и у меня. Имея большую поддержку и любовь односельчан, Духовой оркестр на протяжении многих лет становится участником и получает призовые места на конкурсах, таких как Всеукраинский фестиваль-конкурс «Таланты твои, Украина». Сейчас он называется «Чистые росы». Областной конкурс с песней по жизни. Всеукраинский фестиваль-конкурс «Софиевский зори», город Умань. Областной фестиваль-конкурс «Сузирия». Фестиваль «Весенний камертон». Всеукраинский конкурс духовых оркестров в городе Моршин. Когда мы приехали сюда на служение Богу, когда мы слышали первый раз, как звучал оркестр, это было желание, чтобы будущие дети мои играли в оркестр. Оркестр наш «Весенний» это прекрасный оркестр. И когда ты слушаешь выполнение, мелодия тебя зачаровывает. И самое большее зачаровывает то, что играют маленькие дети. Это те дети, которые несут свою дитячу культуру. Это те дети, которые передают свои дитячие эмоции. И, конечно, когда дети подросли, наше было спільное семейное решение, чтобы они играли в этом духом оркестре. Просто у меня был такой життевый кредо, что нужно, чтобы человек была все больше развинена. Я учитель математики. Математика – это для ума, тренер по футболу, диток трендует, и для души музыка. Первое, я начал играть еще в школе, когда был школярем, с четвертого класса, на карнете играл. Потом мою эстафету принял сын старший, а уже молодший уже играет на саксофоне. За 45 лет визирский образцовый детский духовой оркестр под управлением Степана Степановича Скачипца воспитал десятки музыкальных династий. Для многих жителей визирки игра в оркестре доставляла огромную радость. И когда родители дома на творческом подъеме разучивали свои партии, дети невольно тянулись к инструменту. Появились визирки благодаря совместной игре в оркестре супружеские пары, которые смогли создать с годами крепкие семьи. Это, наверное, было с первого взгляда. Ну, мальчик взрослый играл на трубе. Я пришла маленькая девочка с инструментом, там две косички, подергалась за косички. Вот так вот нас музыка связала. Я играла на кларнеті, это начиная с четвертого класса. Отвідувала заняття оркестру в будинку культури. Там же фактично познайомилась со своим майбутним человеком, с яким мы уже 29 років разом. И вважаю взагалі, що багато в тому, в чому нас поєднала доля, це заслуга саме музики, оркестру, у Містепана Степановича. Часті репетиції і виступлени видерживали не все, но те, хто оставался, були предані оркестру долгі годи. Среді випускників Візірського оркестра немало професіональних музикантов, які в дальнішем получали образування в Музыкальному училищі, консерваторії. З дитячих років по этим пішов по стопам, так сказати, музыкальним, закінчув музичне училище. Затем працював пам'ятником Степана Степановича. Я грала на кларнеті і на саксофоні. Моя сестра теж грала в оркестрі, вона була солісткою оркестру, кларнетисткою. Ми обидві закінчили музичну школу і я далі своє життя пов'язала з музикою, тому що продовжувала навчання в педагогічному училищі, але вибрала факультет керівника музичного, самодіяльного дитячого ансамблю. Тому маю другу таку професію. Ігра в оркестрі – немалий труд. Тому колектив, який так самоотверждено служив своєму сілу, ежегодно награждали туристическими поїздками в різні міста страни. Що як керівник, він тільки дбав не те, щоб привити любов до музики, щоб працювати зі своїм оркестром, а він велику увагу приділяв відпочинку своїх вихованців. Їздили всі можливі поїздки, починаючи від Карпат, кінчаючи, і Умань, але везде ми були. Мені везе на хороших людей. Де я працюю, і всі люди тут хороші. Олашук, 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 Скупити треба, то всі знаходять якісь можливості, для того, щоб зробити це. Інструменти у нас в оркестрі, я хочу сказати, вони непрості. І всі ті інструменти, які грають, вони сьогодні врахуються професійними. Тому що це і вимога керівника, тому що коли є добрий інструмент, то він і гарно звучить. Сьогодні колектив оркестра насчитывает 50 участників. Можна смело назвати, що це содружество творчих людей, які вместе вибирають репертуар, с удовольствием його исполняють і через музику передають свій восторг і радість людям. В основному Степан Степан Степанович предлагає нам, а вже діти смотрят, слухають, нравится чи не. Ну, я думаю, конечно, якщо хтось хоче принести, показати, якщо це підходить і получится, буде там партитура і все остальне, то, конечно, можуть теж начати грати. Ну, опять же, Степан Степан Степанович обязательно показыває, розказыває дітям, какая-то мелодія, нравится чи не. І тогда починаєт розучивати це все. Дітям, якщо не подобається, ми заклад згодили, що треба грати те, що подобається більшісту. Ми не можемо всім подобається, а більшісту, що подобається, то ми граємо. Даже той же репетиція в оркесті просто доставляє удовольствие. Тобто є маленькі діти, є взрослі, там непосередньо со взрослими ти общаєшся, с маленькими шутиш, кого-то поучаєш, то есть чого-то сам учишся, чого-то сам уже, как бы, становишся вчителем. Самі яркі воспомінання участників колектива зв'язані з творчеством. Коли вони вперві в житні сыграли свою партию вместе з оркестром, і она зазвучала новими красками і переливами. Я завжди грав сам, розбирав пісні, а коли я зіграв з оркестром, це було класно. Хто як поряд з тобою грає, ну, це дійсно так, поєднує дуже. Емоції були дуже позитивні, неймовірно захоплені. Я побачив, як це працювати з оркестром і внутрішньо. У мене були емоції добрі. Я був радий, що не підвів вчителя, який мене посадив перший раз в оркестр, не підвів сам себе, бо я хотів зіграти. Візірський образцовий детський духовой оркестр – це і кузніца прекрасних музикантов, і візитна карточка села, і показатель уровня соціальної відповідності крупних підприємствів, працювачих на території сельсовета. Віть без економічної основи оркестру не вижити. Я дуже рад, що у нас є такий оркестр, я рад, що діти займаються творчеством, вони можуть себе реалізувати в цьому, це дуже важливо сьогодні. На все мероприятия, які ми проводимо, торжественні, у нас є свої, собственный оркестр, і нам це дуже нравится, тому що любе мероприятие, проводимое с нашим оркестром, приобретає якийсь такий ореол такой торжественності, і якось все по-другому. Коли-то в бувшем Каминтерновському, сегодня Лиманському районі, оркестри гремели в кожному крупному селе. Сегодня мода на оркестри прошла. Вместе с ними ушла искрення радость праздника. Поэтому жемчужину Лиманського района Визирский образцовый детский духовой оркестр часто приглашают на важные для района мероприятия. Ведь какой же праздник без оркестра? У нас занимается вопросом Степан Степанович Скачапецу уже 45 лет. Он ентузиаст этого дела и любитель. Когда появляется человек, который увлекается этим делом, не только зарплатой, но и самим делом, тогда появляется работа. Вот благодаря ему у нас оркестр существует. Если бы в тех селах, в которых оркестр исчезли, были бы такие люди инициативные, я думаю, что там тоже были бы оркестры. Нашлись бы люди, меценаты, которые поддерживали бы это. Я думаю, что это мечта. Когда было 13 оркестров, сейчас осталось два. Все думаю, чтобы эта музыка душевая возродилась, потому что лучшее выполнение вальса, марша или какого-то стержественного творения, как выполния духового оркестр, то не один оркестр, даже символичный, так не выполнил, как выполнил духовый оркестр. Чтобы оркестр в каждом селе было, в каждой школе. Чтобы эта музыка возродилась, потому что музыка необходима для жизни, для деятельности просто людины. Субтитры создавал DimaTorzok